Здорово, бразер! Представься, пожалуйста, и расскажи, чем ты занимаешься. Я делаю вид, что я не знаю Саймона, просто уже тысячу лет, который делает совершенно обалденные вещи из кожи. Делаю вид, что мы с ним знакомимся и познакомитесь и вы. Я Саймон. Как ты только сейчас говорил, занимаюсь кожей. Кожей занимаюсь я уже 32-й год пошел. С 85-го года шью я. 7 лет проработал в театре костюмером и бутафором, поэтому могу сказать, что я могу все. И костюмы, и бутафорию, да? Подтверждением этому служит то, что я здесь сейчас выставляю. Слушай, а помимо мотостафа я замечаю у тебя периодически совершенно наистильнейшие вещи, которые в нашем охипстеревшем мире сейчас очень сильно ценятся и так далее. Для кого еще, кроме байкеров, ты шьешь? Для контркультуры, для всей. То есть, кто бы ни пришел с идеей такой, что знаю, что хочу, но не знаю, где взять. Это все мои клиенты, поэтому отказа никому не бывает. Если человек приходит и говорит, что он где-то в интернете увидел и хочет такое же, это не ко мне. Мне это неинтересно. А вот когда человек говорит, что хочу, но не знаю, где взять, это ко мне. А ты сейчас говоришь про носильбельные вещи, про одежду стильную? Вообще про все. Это в основном работает моя жена Маруся. То есть, это ее модели, это ее разработки, ее клиенты. То есть, стиль у нас Маруся завидует. По стилю у Саймона Маруся. Слушай, а скажи, чем для тебя, как для мастера, как для художника, как для бизнесмена, чем для тебя являются подобные выставки? Ну, подобная выставка, это всегда, не хочется быть банальным, но как глоток свежего воздуха. То есть, вот какое-то время сидишь-сидишь в мастерской, погряз, увяз, заплеснил. И тут приходишь, там, с этим обнялся, того по плечу похлопал, тебя кто-то там толкнул, и вроде как-то вот жизнь продолжается. Вот это вот, конечно, очень важно. А помимо тусовок, по бизнесу, по продажам, по каким-то новым контактам, движуха, это насколько она полезна для тебя? Ну, в принципе, она происходит. То есть, это происходит. То есть, появляются новые клиенты, которые раньше меня не знали, старые вспоминают. Вот, причем с такими глазами, типа того, опа, ты еще и это делаешь. Я говорю, а что я не делаю, назови мне хоть одну вещь, что бы я не смог сделать. Ну, и вот в таком вот духе начинаем уже общаться на другие интересующие темы. Ну, что я мнение, вот мото-зима, это рисковый был проект, потому что обычно мото-выставки, они все проводились именно весной, правильно, перед сезоном. И вдруг, бац, среди зимы, как бы, проходит такое мероприятие. Как думаешь, успешно это получилось? Ну, то, что это получилось успешно, это однозначно, можно посмотреть на зал. А так, я думаю, что эта мото-зима, она как полдник такой. Вот знаешь, в лагере полдник. То есть, до ужина еще далеко, а тот раз тебе две печеньки и стакан киселя. И так тебе пидата, что ты просто... А насчет мото-зимы, я говорю, это из всех выставок и мероприятий, в которых я участвую. Это мое любимое мероприятие, про которое я вчера написал маленькое четверостишье. На мото-зиме все спокойно. И в чем же их главный секрет? Секрет этот? Лишь два слова. На мото-зиме крыс нет. То есть, здесь я могу оставить свой прилавок, уйти курить, с кем-то болтать, вернуться, абсолютно не думая о том, что у меня какую-то вещь потянут, и я не смогу найти концов. Вот это, наверное, самый большой плюс этого мероприятия. Мото-зима forever. Спасибо, брат. Удачи тебе оттусить здесь еще. Ребят, все будет проходить еще полтора дня. Приходите обязательно. Приводите своих знакомых, приводите своих детей. Дичайше отрывайтесь. Спасибо, брат. Продолжение следует...